Здравствуйте, с Эльком. Кто не знает, меня зовут Ольга. Вчера мы открыли служение официальное, служение евангелизации. Вот семья Зиновьевых, и мы с Олегом ходили по Щелково, по парку, и Татьяна сделала диски прославления с молитвой покаяния, красиво упаковала, и кто хотел, людям раздавали и говорили о Христе. Ну, поначалу как-то было так страшно, представьте, людям помолились, вот кому Дух Святой подводит, тому мы и подходили евангелизировать. Очень хорошо. Олега получалось, молился за парализованную там женщину, но они были ободрены. И мне очень понравилось, что мы подошли к толпе подростков, и самое интересное, что они слушали, и не хамили, и были просто вот... Сначала делали вид, что они равнодушны, и их это не волнует, но один там смелый нашелся и стал спорить с Олегом, стал доказывать, что Бога нет, что мы произошли от взрыва, эволюции, там всякую, короче, ерунду вести. Ну, а у Олега очень было... Ну, понятно, он рассказал о Христе, о любви, и ни с того ни с чего я стала пророчиться, а мальчики такие прекрасные, вот прям непобитые грехом, прям лица просветленные, видно, что учатся хорошо, ну, что с хороших семей. И я прям стала в ихнюю жизнь пророчиться, как у нас учил пастор, что если вы будете беречь свое сердце в чистоте, то Бог вас подымет, у вас будут прекрасные семьи, вы состоитесь в профессии, как стала им говорить, такие, ну, хорошее будущее, что они так оживились. Я говорю, вы такие прекрасные ребята, у вас лица прям просветленная, я говорю, не трону ты еще грехлом, сохраните свои сердца в чистоте, Бог вас поведет правильной дорогой, и вы примите Христа в сердце. У меня были молитвы покаяния, я не знаю, откуда-то в сумке, несколько месяцев не рос, знаю, почему-то, я молитвы покаяния раздала, такие вот пластинки. Ну, и когда я стала говорить о грехе, что надо сохранить свое сердце в чистоте и принять Христа в сердце, и они стали фихикой, смотреть на одного парня, а парень стоял в сторонке и курил, и с их никого парня. И самое интересное, что ребята на интуитивном уровне все равно знают, что правильно и неправильно, что есть неправильная жизнь, и есть не очень. Ну, это вот один из случаев, что вот как бы мы подошли к такой толпе. Ну, к чему я вас призываю? Заниматься евангелизацией, это заповедь Иисуса Христа, идти научить народы крестя, их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что хотя бы, ну, мы взяли бы себя за правило, ну, хотя бы одному человеку идея рассказать о Христе, это уже будет плод, это мы уже бесплодные, не придем к Царству Божию. Ну, взять тебя за привычку, не забывать, говорит, людям о Христе. И хочу рассказать случай, может быть, он, ну, для меня он очень-то важный. Недавно приходит, я работаю в королеве, и моя подружка, она во Христе уже лет 7-8, и говорит, Оля, спасибо, что ты меня заставила ходить в церковь. Сейчас она на БК учится, Татьяна. Я говорю, Татьяна, как я тебя могла заставить решение? Можно заставить насильно человека ходить в церковь? Я даже не могу представить, что это я могла тебя заставить. Она говорит, Оля, ты мне тогда сказала, или я с тобой работаю, ты ходишь в церковь, или все, мы с тобой расстаемся. Она была за зависимостью, никто не брал на работу. И это ее стимулировало ходить в церковь. И она без реабилитации очистилась, получила свободу, спасение. У него восстановились отношения с мужем, сын у него занимает лучшую должность в городе, его все знают, в структурах государственных. Он стеснялся матери, ему было стыдно. У него отец тоже был очень проблемный, военный. Ну, короче, Татьяна привела к Христу, и его отца, он умер покаянный. И восстановились отношения с сыном, теперь гордится матерью. И вот, ну, казалось, что мы сеем семя, но мы не знаем, когда он взойдет. Надо всегда людям говорить о Христе. Мы не знаем, когда это семя в сердце человека взойдет. Аминь. Еще кто хочет засвидетельствовать? Я уже засвидетельствую. Я работаю в семье. Это семья еврейская. Отец чистоклонный еврей. Там знаменитый художник. Мама, там, известный врач. Ну, и проблемный ребенок. И я начала за них молиться. У ребенка изменения большие. И учиться начал. Звуки все поставили. Поведение стало хорошее. Они это увидели. Ну, думаю, и как рассказать-то. Начинаешь говорить о Боге тут же все это. Но мама была бы одна. У нее был рак. Она, от него там было облучение и все прочее. Она прошла этот путь. А у отца постоянные там приступы серьезные такие со здоровьем. И она мне звонит и говорит, пожалуйста, помолитесь. У мужа приступ опять тяжелый. А мне нужно идти к врачу. И я почему-то боюсь. Пожалуйста, помолитесь. Это было несколько раз. Раз, два, три. Значит, как только у них возникает там что-то, она просит меня молиться. Думаю, ну, значит, Бог работает с тобой. Ну, и тут я уже, я работаю у них в последний день, 25 октября. Думаю, надо что-то серьезное уже делать. А я прочитала, ну, не до конца еще книгу «Крыла Милис». Это известный невролог в мире. Эта книга называется «Включи свой мозг». А мамочка моя, она постоянно где-то учится. И вот я ей говорю, вы знаете, вот вам нужно прочитать вот эту книгу. Она вам очень-очень поможет. Она говорит, а вы знаете, я иду на курсы, и записалась лифм. Мужчина, это не муж ее, он невролог. Я говорю, я не знаю. Я записалась на мастер-класс. Он будет в Москве здесь. Господь, спасибо тебе, я благодарю тебя. Ну, в общем, короче, так. Сейчас у нее есть куча молитв, которые она согласилась взять. Молитва, покаяние. С отцом про мужа она сказала, вы, пожалуйста, с ним эти разговоры не заводите. У него свои понятия обо всем. Я, значит, ему как-то, когда передаю, вы чувствуете, что приступ начинается? Он говорит, да, чувствую. Я говорю, вы тогда прочитайте молитву такую. Сказала вам, Господь, помоги мне, там, коротенькую совсем. Он говорит, да я атеист. Я говорю, смешно, евреи вдруг атеист. А я видела, когда я летом работала на даче, я видела, что он вставал в 5 часов утра, выходил в сад. И я смотрю, стоит под яглони, руки поднял. Что он там делал? Ясно, что молился. Я же вижу. И тут он, значит, повез нас с ребенком в Сокольников на пруды. Пойдемте, я вам покажу. Пойдемте, я вам покажу. Ну, и мы там шли, гуляли с ним. И мы начали с ним разговаривать. И, кстати, я увидела вот эту глубину, его глубину. Он жаждет Бога. И мы с ним так хорошо поговорили об этом. И я думаю, что та молитва, которая сейчас есть, покаяние у его жены, она будет и у него в руках. Амелька. Здорово, когда мы свидетельствуем, потому что свидетельства нас воодушевляют делать больше, идти дальше. У меня, знаете, у меня тоже есть короткое такое свидетельство. Ответы на молитвы мы вложили, вложили средства в квартиру и долго ждали ее, пока она закончится, закончится. И пришел какой-то момент, когда компания разорилась и хозяин компании умер. Ну, все. Это, фактически, это могло означать, что это недострой, и мы будем кучу времени снимать. И вы знаете, Бог благ и милости. Вот на этом месте каждый день молились за это место, чтобы оно достроилось. Те люди, которые сейчас там живут, они не знают, что это просто вымолено. За это место, за этот микрорайон молились много. Да, Бог. Да. И вы знаете, Бог сделал чудо. Мы проезжали как-то, мы видим кучу домов, которые недостроены и стоят. А наш взяли сразу и его достроили. И это одно из чудес, когда это вот произошло. И вот мы вчера переезжали, практически полностью переехали. И я понимаю, что вот каждый процесс этого переезда – это ответ на молитвы. Бог отвечает на молитвы. Мы не представляем. Вот я помню, пастор один раз сказал в библейке, «Ты можешь идти по дороге и подумать, ну что я, чтобы помолиться, надо сделать усилие, остановиться, закрыться в комнате своей». Он говорит, два-три слова за кого-то они могут сделать несомненно больше, чем ты думаешь об этом. И это правда. Если бы вы кого-то подумали о каком-то, помолитесь. Бог отвечает и делает чудеса. Вот из этих крупинок молитвы Он собирает пазл. Поэтому, если Бог кладет кого-то вам на сердце молиться, молитесь. Даже два-три слова они сделают многое. У меня получилась такая история, что на той неделе, когда мы заслужили на «Корме голодного», получилось так, что мы с Сашей за гором отслужили и ехали обратно. И Саша говорит, говорит, слушай, ты у них лидер, то есть, ну, то есть они слушают тебя и верят в тебя. Говорит, я смотрел по ихним глазам. И тут получается такое, что, ну, я представил себя там чуть ли не лунёвым, то есть он же тоже лидер, тоже лидер в цирке. И, ну, потом думаю, ну ладно, то есть лидер, лидер. Потом получается такое, что в воскресенье на лидерском служении получается то, что, оказывается, лунёв, ну, вот, передают своё помазание лидерству каждого из нас. Вот, и мне в том же числе. Я совпадаю, думаю, совпадают эти два уже фрагмента. В дальнейшем получается такое то, что мы на домашней группе отмечали день рождения Ивана. И получается такое то, что мне совершенно, не знаю, каким образом одеваю ботинки, а там елей в ботинке. Вот, я вообще их спрашиваю, никто-нибудь не сознаётся, кто это. Вот, и я так подумал там, ну, про себя, то есть какой пастор без елей? АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, что сказать после этого. Слава богу, я у вас. Я два слова буквально скажу, мы сейчас вернулись с выезда, встреча с Богом, энкаунтер, да, 4 человека у нас было со Щелкова, всего около 100 человек, и выезд был немножко необычный, но самое сильное, что меня тронуло, это, знаете, там в конце есть свидетельство, и вот, когда Павел Пашков пригласил свидетельствовать, вышла среди всех одна женщина. Я и не думал, мы не пересекались за три дня, и не думал, что такое может быть, но когда она начала говорить, я услышал четкий, ясный акцент, она тяжело говорила по-русски, и когда она по наломанным русским сказала, что она из Бразилии, что она миссионер в России, которой 26 лет здесь уже, и что 26 лет она работала на том запале, который ей, который огонь, который схватился в Бразилии, и здесь никогда не подпитывалась, и то, что, говорит, сегодня произошло, когда я погрузилась в безусловную любовь отца, и она заплакала, и она стояла, плакала, я думаю, невероятно, приехать в Россию, 26 лет здесь нести Евангелие, дождаться вот этого момента, попасть на выезд, и вот в слезах, а выглядела она вроде как, ну, не особенно старая, и она плакала, стояла и плакала, закончилось ее свидетельство просто слезами. Поэтому Бог может встретиться где угодно, где угодно Он вас может обнять. Если ты сегодня здесь, и тебе кажется, что, ну, все горят, все веселые, все чего-то, мне так плохо, поверь, Он может неожиданно это сделать, Он может просто взять и поцеловать свою родную девочку любимую, Он может обнять за плечо своего сына, о котором так долго скучал. Благословение вам и личные встречи, личные переживания. Доброе утро, драгоценная церковь. Я, верующий во Христе, привет вам из Калининграда. Любовь Христа, церковь. Когда-то, два с половиной года назад, у меня были проблемы, верующий давно, но были проблемы, и я здесь попал в рецепт, рвоз в наш, до сюда. И дьявол, он по-другому, он начал касаться моего сына, которому было до того, когда 13 лет. И он начал ходить не в те компании, общаться не с теми людьми, с милицией проблемы, мать не слушает, а я здесь, да, он у нас как бы второй, у нас пять детей, у нас многодетная семья. И обратился как раз к пастору Алексею Губаневу. Я говорю, так и так, я еще до конца реву не прошел. Мы посидели, пообщались, помолились. Пастор мудрый, когда слабо сказал, я должен был пройти, но у тебя на сердце, ну вот, ты верующий, Бог тебя подпитает. Но ты должен быть там, с семьей, пока дьявол не сделал то, ты должен быть в семье. Слава Господу за вашу церковь, за мудрость вашего пастора, но я считаю, нашего тоже. Я поехал в Каринград. Бог наполнил, да, Бог дал мудрости, мы разрулили все ситуации. Теперь он, он сейчас здесь, помаши рукой, Альберт. На сегодняшний момент он служитель в церкви, молодежь, мы служим, 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 служим. Спасибо вам, дорогие церкви. Молитесь друг за друга, молитесь за детей, не давайте дьяволу отдавать наших детей, потому что он пришел, чтобы украстью пить и победить, а Иисус пришел дать жизнь, и жизнь с избыли. Слава нашему Господу Иисусу. Здравствуйте. Я, да, отрываю микрофон. Вы знаете, когда Таракин свидетельствовала девушке из Бразилии, у меня так сильно забилось сердце, что я просто меня вытолкнула сюда. Я всю неделю ждала этого воскресенья, и в прошлое воскресенье я хотела в понедельник пойти в церковь. Я думаю, может быть, есть еще что-нибудь в понедельник в церковь, чтобы туда просто пойти? Утро молитва. Мы с мужем придем, будем с ним вместе поклоняться течь. Я хочу опять засвидетельствовать о Созе. Я всех призываю туда пойти. Я ревную, я очень ревную за каждого из вас, чтобы каждый в нашей церкви прошел Соза, освободился от каких-то замшелостей, от каких-то корней, которые тащат и манипулируют вами. Если вы чувствуете где-то, что сосет у вас соки откуда-то, и вы просыпаетесь некой кущей, и это значит, где-то есть ложь, в которую вы поверили, значит, это повод пойти на Созы. И если нету этого повода, идите на Соза. Братья и сестры, просто представьте. Если мы все будем освобождены и познаем, что такое Божья любовь, ребята, это будет что-то. Мы потом просто легко в Китай поедем, и там просто все вот так вот чух. Я ревную, ребята, я очень сильно ревную, чтобы каждый из вас был на Соза. Я просто, я говорю, я 14 лет была в Сути Христе, в кавычках, да, но после Соза я в нем, ну, прям встала. Я познала, что такое Божья любовь, я ничего не хочу, только как ходить, петь, поклоняться Ему. Поэтому я тащусь от Его любви, вот на меня прям, и я падаю, я говорю, может, мне ничего не вот прям, что я кушать буду, во что оденусь, где жить, на чем ездить, вообще не, вот прям не думаю про это. Вот я знаю, что он, он об этом подумает. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо большое. Да, мы сильнее. Мы вернулись, сейчас назад приземлились в Москве, мы прилетели из Красноярска, нас было там 5 человек, 5. Нас было четверых, нам еще Андрей присоединился, слава богу, классная рыба была. И я думаю, что же я расскажу. Я, во-первых, хочу пристаться в любви вам. Правда, я опять, опять. Я, я, это знаете, что такое происходит? Как будто у тебя полная кастрюля, крышка подпрыгивает, и мужчина будет, наверное, понятный. И ты не знаешь, как все это обратно туда сложить. А она все равно подпрыгивает. У тебя флешка заполнена, все, места нет. Ты пытаешься это все стереть, долить. У тебя она опять заполняется. Я сидел там вот трое суток и плакал. Я был на конференциях, я 20 лет слова жизни. Я был на конференциях, я пытался изучать науку. Я пытался записывать, я пытался конспектировать. Жена удивлялась. Моя библейская школа, она вся записана. Я так тоже согласна писать просто. И левой, и правой рукой. Я, я в восторге, ребята. Я, просто эти люди, они 6 лет назад откликнулись, и они поехали искать. Они поехали в рейтинг, они поехали в Америку. А там церковь, она что-то узнала. Она получила какую-то милость от Господа, какую-то благодать. Что-то на нее сошло. И вот эта труба, которая между Красноярском и Соединенными Штатами Америки, она оттуда что-то течет просто. Радостная. Я просто, я был в восторге. Вот я зашел и увидел стульчик. На этом стульчике написано Крючков Владимир. Я туда села. Рядышком Марина Крючкова, она туда села. Я так мечтаю. Я верю, что у каждого из вас здесь есть стульчик. Он всегда, он будет ваш. Даже если ты не пришел, на нем написано твое имя, а его никто никогда не займет. Потому что вы в сердце у Господа. Лично я не могу ничего рассказывать, потому что, знаете, это не науку, я там как-то раз усвою. Нет, это Божье помазание. Оно потрясающее. Ты сидишь и плачешь. Личное мое свидетельство. У меня была фобия. Скажут, да Володя, мы тебе не верим. Я боялся летать на самолетах. Я еще в 9 лет. Я очень ранний мальчик. Я в 9 лет понял, что надо на глотацию таблеточек, не буду называть как, и спишь спокойно. И я их глотал. Потом много лет меня возили, перевозили под охраной. Мне не нужно было никуда летать. И тут я полетел. Я полетел на самолете. Я смотрю на всех, никто не боится. Он говорит, как так? А я в разных ситуациях не боялся. А здесь боюсь. У меня еще друг есть. Я не буду называть его имя. Он летчик. Он мне столько всего наговорил. Его нет здесь. Я знаю, как он ездит на автомобиле. И я еще больше боялся. 10 тысяч метров. И мне Господь говорит, Володечка, каждый из вас, когда самолет взлет, во-первых, перед взлетом все проверяется. Я вам точно могу сказать. Каждый авиалайнер, вот он встал на взлетно-посадочной полосе, он проднул свой двигатель на максимум. Просто до отсечки. Он опустил крылья вниз, крылья вверх. У него есть рули высоты. У него серьезная механизация. Он все ее проверил. Когда он взлетает, тебя диспетчер ближайшего аэропорта видит на мониторе. Тебя Господь видит на мониторе. Он никогда, ни на секунду не теряет тебя с вида. Где бы ты ни был. Ты у него на мониторе. Поэтому, ребята, если есть возможность, это недорого. Езжай к Саши, конечно. Я точно знаю, что поехала туда команда. Алексей тоже, у него полно эмоций, но он держится. Я вам скажу, что я знаю, когда поехали ребята в Санкт-Петербург и в Краснояр в прошлом году, они что-то привезли. Я это получил. Они еще из Самары-то не вошли. Потому что мы одно целое, по сути. Мы церковь. Они были в Санкт-Петербурге на конференции, а я одновременно получаю откровение. И они мне что-то рассказывают. И я, да, 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 да. Я вот вчера это услышал от Господа. Я очень хочу, чтобы вы все это услышали от Господа. Единственное слово, он вас принимает. Он вас не оценивает. Он просто заплатил колоссальную цену за каждого из вас. И он, глядя на вас, он в восторге. Он не видит тех ошибок, которые мы допускаем. Он даже не называет их ошибками. Он во всей этой ситуации видит что-то позитивное, хорошее. Смотрит на них классно. Он пришел. Он в церкви. Он в этих 20-х мудрых здесь. И он сейчас. Аминь. Здравствуйте, дорогие. У меня есть свидетельство, какое Богу. Я не знаю, вот еще полгода назад я говорила, по-моему, я становлюсь верующей. Потому что то, что сейчас Бог нам открывает и показывает через все, что мы проходим, я узнаю, какой Он. До этого я знала, какое христианство. А, ну, конечно, в нем были плюсы, но были минусы. Но когда сейчас вот Бог стал показывать, какой Он, и я хочу засвидетельствовать. Вчера у меня было день рождения, сегодня праздник продолжается, поэтому я готова. Но это было удивительно. Когда я проснулась, утром встала, мои дети, они надули шары и все. И они подарили мне подарок. Старшая дочь, она уже работает. И я открываю подарок, и чего я не ожидала, это новый телефон. То есть это хороший, отличный новый телефон. И я так держу, а она уехала уже работать, она в 6 утра уехала. И я стою и думаю, Бог, а зачем мне телефон? У меня этот нормальный, он работает, он еще очень новый. Ему всего-то там полтора года. То есть, ну, я не просила новый телефон. И вдруг Бог мне стал говорить. А ты ожидаешь, что я только твои нужды буду восполнять вам? И я поняла, что я всегда молилась Богу только о своих нуждах. То есть Бог, и вот есть у меня нужда. Нужно там что-нибудь, любовь, да? Мы молимся. Нужно нам что-то, и мы молимся. А Бог говорит, я хочу тебе показать, какое я на самом деле. Что я могу давать тебе от своего сердца то, что я просто тебя люблю. И я захотела дать тебе новый телефон. Тебе не надо ждать нужды своей, чтобы просить меня. Я хочу давать тебе сам. Я хочу. И это было удивительно, потому что неделю назад он мне подарил пальто. Я говорю, Бог, а пальто? Он такой, я иду, он такой, у тебя есть, ты хочешь пальто? Я говорю, ты не знаешь, как это новое? Есть же курточка, зачем? У меня же мышление такое. Когда есть что носить, зачем тебе еще? Ты можешь лучше это сохранить, удержать. То есть в нашем мышлении мы же такие, мы же дети царя, зачем нам много? То есть, ну, и я понимаю, что это мое нищенское мышление, что, ну, а зачем тебе две пары? У кого-то нет такого мышления, ну. Я уже наконец-то решила, что три пары можно иметь. И вдруг Бог говорит, а, пальто. Я хочу, чтобы у тебя было пальто. Вот это он хочет. И я вот сегодня поняла, что Бог так много. Вчера, когда я взяла этот телефон, Он говорит, я хочу, чтобы ты увидела, что я хочу много для тебя. Я хочу даже больше, чем ты видишь. Не просто твои нужды. Это естественно, когда я хочу восполнять. Но я хочу дать тебе больше, показать тебе свою любовь больше. Потому что я люблю тебя. Никогда тебе что-то нужно. И поэтому я освобождаю вашу жизнь. Чтобы в вашей жизни начались подарки. Подарки от Бога. Чтобы вы увидели, как Он на самом деле любит вас. Да, чтобы мы свидетельствовали об этом. И пусть Он вас удивляет каждый день. И пусть Небеса настигает нас каждый день. Позволяйте Ему. Вставайте утром и говорите, Бог, я готов. Я готов сегодня к подаркам. Я готов, чтобы ты меня удивлял. Я готов, чтобы ты меня настигал. Я готов к столкновению с собой. В этом дне. Хорошо? Спасибо. Аминь.